С самого раннего детства она чувствовала в себе задатки хорошей мамы и сегодня воспитывает не только своих детишек. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Наталья Вильданова. Наталья Вильданова Он называют его дети и взрослые, появился в Соколовской библиотеке благодаря нашей скромной героине Наталье Вильдановой, которая учит малышей и старшеклассников мыслить творчески и не бояться экспериментировать. Если это Андерсон, то у нас зонтики Оли Лукойла, например, на мероприятии появляются. И каждый ребенок, накрывший зонтиком, говорит о своих мечтах. Холодный фарфор, декупаж, витражная роспись, оригами, глина или папье-маше. Названий техник так много, что остается снять шляпу перед мастером, способным оживить любой материал. «Вот была маленькая салфетка, не хватало до высоты банки. Мы докрашиваем небо сами, увеличили месяц, покрыли лаком. Вот получилась такая декоративная банка. А эта пластилинография, она способом меланж с обратной стороны стекла, способом размазывания цветовых пятен». Кто-то скажет, обычный кружок для детей. Справедливо, но тут вся изюминка в преподавателе. В руках Натальи могли заново рождаться шедевры Джованни Батиста Чима де Канильяна, раннего Тициана или Лоренцо Лотто. За плечами, между прочим, реставрационное училище. «Это моя детская работа. Когда мне было 15 лет, сохранилась одна единственная». «Практику даже проходили в Эрмитаже. Даже сохранился пропуск через Шуваловские ворота». Маленькую библиотеку с Зимним дворцом, конечно, не сравнить. Но дело в том, что как раз в небольших городах и поселках живут люди, способные работать не для галочки. «Было вначале 9 человек. На сегодняшний момент заняты все столы. 27 человек. То есть по 3-4 человека за столом. Каждый, кто зашел, он может посмотреть, что происходит в библиотеке. Как там интересно, стоит ли туда еще заглянуть». Наталья из тех женщин, о которых не кривя душой, говорят «настоящая мама». Причем ее большое любящее сердце одинаково замирает от успехов и неудач не только своих детей, но и воспитанников. Каждый малыш, как закрашенная ценная гравюра. Какой кусочек отчистишь, такое засверкает. «Они рождаются готовые. Я даже говорю в шутку. Мне дали только поносить». Она сама четырежды мама. Старший, совсем взрослый, самостоятельный человек. Тоже выбрал город на Неве. «Здесь Тимур родился. Это Рязань. Здесь папа родился. Это Златоуст. Здесь мама родилась. Это Красноярский край, Черногорск». Наталья словно дюймовочка выросла среди самых красивых цветов. Мама работала в оранжереи. Так что даже ее куклы были целиком из природных материалов. «Бутончики маленькие, это заменяли головки. Такие патефоны, это была юбка, палочки, значит, все накидки из листьев. И это были однодневные такие куклы. И каждый день они были новые. Мне нужен был только листок бумаги и карандаш, кусочек комнаты». Иногда и самой ей трудно поверить, как застенчивую домашнюю девочку мама отпустила покорять северную столицу. Одну фразу мне напутственную сказала. «Если кашу заваришь, сама будешь расхлебывать». Было очень много подводных камней, которые я не понимала, не предполагала. Я такой чистый человечек сибирский, с открытой душой, натолкнулась на то, что люди-то пользуются, пользуются этой открытостью, обманывают и плакала. И такие, сказать, хлебала. Откуда эта блажь? Но едва очутившись под серым питерским небом, Наталья почему-то решила, ее дети непременно должны родиться здесь. Она до сих пор вспоминает обычную прогулку с сыном по набережной. И вдруг он как закричит, мама, я чуть не подскочила, то есть что случилось с моим ребенком? А он мне говорит, смотри, как красиво! Он увидел эту вот красоту уже вот в маленьком возрасте. И я поняла, что это художник. И почти не ошиблась. Дима освоил видеомонтаж и пишет музыку. Альфия заканчивает девятый класс и все чаще просит маму объяснить законы живописи. Тут опять же я во всеоружии готова проводить сколько угодно времени, бросить все стирки и посуды и проводить опять же с ним. Дочка Аида в седьмом недавно заказала родителям акварельные карандаши. А вот младший сын Тимур чаще развлекает папу поездками на хоккей. Я помню, что такое огрызочки карандашей. И когда дети мои просят, я помню вот свою нужду и как это останавливало меня в творчестве, что я не могла реализоваться. В большой семье каждый день требуют творческого подхода, чего стоит приготовление обеда. На кухне кастрюли всех калибров. Благо сегодня подросли помощники. Один ребенок не ест гороховый суп, а другой не ест рыбный суп. Значит, мне надо сварить два первых. Один не ест маминую кашу, другой не ест геркулесовую кашу. Значит, у меня в нескольких кастрюльках варится несколько разных каш. Но если на чистоту признается Наталья, то наступает момент, когда каждой многодетной маме нужна хорошая реставрация. Главное вовремя понять, нельзя жить только интересами детей. Я сначала тоже думала, что это классная фраза, которая так вот, как маяк по жизни. А когда философски подошла, ну, дети, это же временно, они из жизни своей выпорхнут. И тогда будет или рана, или пустота, или отчаяние. И надо все-таки жить ради себя, гореть самим. Зажгутся. Операцию по поиску прежней хохотушки смело возглавил отец семейства Рафис. С его лёгкой руки в доме появилось новое правило. У мамы должны быть своё личное пространство и интересная работа. Обжалованию не подлежит. Иди, выходи из дома. Все эти халаты выкини, купи платье. То есть выгоняй. Мужчины же не любят шоппинг, а он прям тянет меня. Вот вы говорите, что в нём нравится. Мне нравится в том, что он меня больше знает, чем я сама себя. Он мой, как маяк. История их встречи достойна трудов романистов. Наталья вспоминает, как не могла оторвать взгляда от спины идущего впереди человека. И как будто знала, что на эти самые плечи сможет опираться всю жизнь. Где ты слепой? Скажу тебе спасибо. Вы не ослышались, Амура заменил действительно слепой. А его стрела – обыкновенная клюка, которой тот всё не мог нащупать под ногами тропинку. Это был самый трудный выбор. Остановилась и сказала сама себе, как тебе не стыдно, Наташа? Человек нуждается в помощи, а ты эгоистично думаешь о себе. И вдруг почему-то этот молодой человек оказался рядом и сказал, а давайте я ваш пакет понесу. С тех пор абсолютно все заботы и радости они делят в уровне. А визитки для семейных конкурсов в виде частушек собственного сочинения отрабатывают на домочадцах. Дети отвечают за настроение, бабушка – за банкет. Все её три сына, три снохи, восемь внуков. То есть это вот такие казаны, вот такие сковородки. Пироги, манты, шашлыки, стол ломится, салаты. В этом году семья Вильдановых получила почётный знак «Родительская доблесть». Как в музее экспозиция меняется. То есть когда муж приехал из Китая, здесь стояли китайские куклы, китайские зонтики, веера и там ветки сакуры. Потом, когда дети что-нибудь подделают, понаделают подделки. И вот в этом году произошло событие. Я повесила вот эту фотографию. Но самая дорогая награда в этой семье – отношение друг к другу. Я всё-таки больше люблю мужа. И вот в лучах нашей любви греются наши дети. Ей хватит терпения ждать, когда собственные дети до конца поймут, насколько талантливая мама им досталась. И как много нерастраченной фантазии ждёт своего часа. Она сегодня готова сколько угодно облачаться в сказочные костюмы и прыгать вместе с малышами. Помогает диплом Академии Лезговка. Дозировка нагрузки и отдыха практически спортивная, а знания энциклопедические. Я рассказываю о свойствах снега, например. В каком году была самая большая снежинка. Приятно отметить, что современная библиотека, хоть и маленькая, давно не ассоциируется с тихой бабушкой с вязанием в руках. Сегодня это яркие презентации, костюмированные шоу, интересные открытые уроки и бесконечное творчество. Вот нашла вот себя. И это чувствую не только я, но и руководство нашей библиотеки. А главное, она сама, наконец, чувствует крылья за спиной. И мы искренне желаем больше не терять высоты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова